друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм канала маркет с торговыми идеями где на ежедневной основе мы размещаем аналитический контент от конкретных торговых рекомендаций с опорой на технические анализы и фундаментальные посты с акцентом на новости отчетность которая к примеру сейчас идет по на корпоративному сектору возможно это как раз то самое время когда можно разнообразить друзья свою торговую активность не только традиционными инструментами валютного рынка сырьевых активов но еще и а компаниями а фондовой а секции используйте информацию если будет фидбэк желание дать обратную связь с какими-то рекомендациями мы всегда к этому открыты ну что ж к экономическому календарю сегодня выступление лагард причем в экономическом календаре мы видим сразу два времени когда у нас будет возможность а послушать ага это в 14.30 по московскому времени и в 19.00 вероятно две пресс-конференции хотя очень часто в экономических календарях бывает ошибка друзья ну возможно и надеюсь это не тот случай потому что я лично не против послушать как можно дольше лагард потому что европейская валюта в арсенале наших торговых идей мы евро активно шортим евро валится позволяет нам зарабатывать на этом а учитывая то что от лагард мы все-таки ждем большей склонности большего количества сигналов о том что европейский центральный банк не планирует в перспективе ближайших трех а то и более месяцев ужесточать монетарную политику это может стать еще одним дополнительным якорем для евро в целом результате чего европейская валюта пойдет еще ниже в целом сейчас мы конечно же коснемся всех инструментов которыми торгую в последнее время но друзья вы сами все видите неделя складывается очень хорошо можно даже чуть-чуть поплевать и постучать чтобы не накакать и причем мы отрабатываем рост доллара и слабость отдельных рисковых активов уже не первую неделю я надеюсь то что вы прислушались к моим прошлым рекомендациям и зарабатываете вместе со мной и вместе с компанией а маркетса так вот возвращаясь к экономическому календарю помимо выступления лагард еще сегодня можно будет обратить внимание на данные по запасам нефти сша которые будут 17 30 по московскому времени вот на этом фоне предлагаю перейти непосредственно к рынку нефти мы следили за тем как бренд некоторое время назад обхаживал уровень поддержки 100 долларов за баррель я пытался с двух сторон объективно максимально посмотреть на то что с рынком нефти может произойти дальше обозначал вам негативные факторы позитивные но то что бренд сейчас отбился от уровня поддержки в районе 105 долларов за баррель это конечно же то что настраивает на потенциально будущий успех а покупателей если конечно же бренд сможет сохранить вот эту локальную восходящую коррекцию и возобновить прежний восходящий а тренд конечно же очень серьезное негативное воздействие на настроение всех нефтяников скажем нефтяных трейдеров оказывается ситуация с эпидемиологическим фоном в китае где из-за политики нулевой терпимости все новые ограничения локдауна вводится все в большем количестве регионов десятки тысяч тестирует людей ежедневно блокируют изолируют целый бизнес районы целые жилые районы как мы помним ранее в локдауне уже оказался промышленный финансовый центр шанхай сейчас та же самая судьба судя по всему будет уготована и столица китая пекина соответственно если дело дойдет до этого спрос на нефтянку на углеводороды просядет еще сильнее потому что в изоляции уже окажется больше 45 миллионов человек это непременно отразится на экономической активности уже известно по цифрам что спрос на нефтепродукты китай снизился на 20 процентов или на 1 2 миллиона баррелей в сутки я признаю это серьезный негатив друзья но в то же время среди позитивных факторов для рынка нефти может быть негативных для мировой экономики в плане экономического роста но позитивных для нефти как для актива который может в моменте отреагировать на определенные коррективы новостного фонда и этой коррекции как я отмечал ранее могут выступить все новые финансово-экономические санкции со стороны ес которые коснутся энергетического сектора россии как отметила еврокомиссия накануне собственно информация может быть уже на этой неделе и речь идет о так называемых умных санкциях это вот дословный перевод но посмотрим принципе какое решение в итоге будет принято покупатели сопротивляются и я надеюсь то что смог удержать бренд выше 100 долларов за баррель а если мы еще вернемся к кризису предложения в случае сокращения поставок из россии то тогда быть все-таки активному росту всего энергетического сектора сегодняшние данные по запасам могут дополнительно поддержать котировки нефти как это было к примеру на прошлой неделе в случае если будет зафиксирована еще одна неделя серьезного сокращения запасов нефти в сша индекс американского доллара 102 35 друзья максимум который мы видели во время к вида 103 81 и учитывая как индекс доллара активно растет я фактически прям настаиваю на том чтобы индекс переписал этот максимум прорвался еще выше очень много мы ранее говорили о том что индекс толкает сейчас сверх ожидания роста процентной ставки на 50 байсных пунктов причем такое решение будет принято не только в мае но и в июне в июле потом еще и в сентябре заказы на товары длительного пользования важная статистика учитывая что это спрос на товары с пользованием более чем два года выросли на 0,8 процента в то время как два месяца назад был зафиксирован спад на 1,7 процента чем лучше показатель заказов на товары длительного пользования тем более весомым будет вклад этого компонента в общий показатель экономического роста годовые данные у нас уже завтра друзья выйдут и я думаю что цифры тоже не разочарует вчера я касался темы того что такое нейтральная политика для американского регулятора и куда же нужно задать процентную ставку чтобы она соответствовала вот этому нейтральному статусу мы сравнили и сопоставили с базовыми понятиями из экономической теории пришли к выводу что процентная ставка должна быть нейтральная процент ставка на один полтора процентных пунктов выше инфляции и наконец-таки первый инвестбанк который все-таки стал дружить с экономической теории это дочь банка соответствии с которым с их прогнозом ставка в сша легко может достичь 6 процентов друзья перспективе двух лет учитывая то что сейчас он находится на отметке 0 5 процента я думаю что здесь очевидным становится тот факт что рост доллара это всерьез и надолго еще не поздно заработать друзья на этом активе поэтому рекомендую это сделать золото 1897 кайман по-прежнему 75 25 индекс личных настроений большинство покупают я рекомендую для тех кто любит рисковать сейчас шортить я учитывая такие показатели индекса настроений с целями примерно на отметке 1880 1870 но лично я не люблю краткосрочные спекулятивные сделки все-таки смотрю больше системный на долгосрок поэтому просто буду ждать оптимальную точку входа хочу купить золото но понимаю что при таком соотношении покупателей продавцов делать это даже глупо поэтому рассчитываю что все-таки в ближайшие дни будут уровне существенно ниже как раз как я отметил с учетом каткосрочного потенциала снижения смотрим за кайманом но он быстрее подаст любого эксперта любого аналитика любого экономиста сигнал когда нужно действовать по другим финансовым активом евро против доллара 106 39 друзья цель 105 50 все ближе мы к тому чтобы эту цель сделать и судя по всему произойдет уже самое ближайшее время потому что евро остается под серьезным прессом поскольку экономика валютного блока находится в условиях стахвляция замедления экономического роста и инфляции я также могу обозначить в качестве рисков аналитические кризисы и те ограничения которые сейчас действуют в китае как они влияют на экономику валютного блока все очень просто чем дольше крупнейшие центры промышленные китая находятся в изоляции локдауне тем соответственно усиливается больше проблемы с логистикой цепочками поставок между азией между сша и европой а рост на проблем с цепочками поставок это все то что чревато дополнительным повышением инфляции и усилением вот этой проблемы связанные со стахвляцией на евро также давит еще и укрепление позиции доллара сегодня ждем лагард надеюсь то что она не подведет и не перемудрится перспективами ужесточение монетарной политики отложит это на конец как мы и ожидали и как она собственно ранее об этом говорила на конец этого года и для нас ближайшие месяцы станут возможностью еще какое-то время поспекулировать через шарты но и первая реакция конечно же должна быть сегодня которая потенциально может помочь добить нам до цели по паре евро доллара 105 50 американский фондовый рынок очередная цель сделана по фондовому по индексу s&p 500 4188 пунктов ждем друзья 4100 пунктов и также рекомендую посмотреть на пару доллар иена которая сейчас котируется на отметке 127 67 завтра заседание банка японии очень рискованная сделка я думаю что по факту заседание волатильность будет значительная и пара может добить до уровня 129 50 или даже 130 а вот там уже будем искать точки для и уровня для продаж на этом собственно все друзья большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока